Одним миллионерам в Дагестане стало больше. Жительница села Тукитаха Савюртовского района выиграла в лотерею 2,5 миллиона рублей. Судьба улыбнула 42-летней Чакар Гамзатовой. На что счастливая обладательница выигрышного билета потратила эти средства, расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Вообще не было никаких условий для коров. Сейчас это новое построила, сейчас хорошо. Это хозяйство Чакар Гамзатова держит уже более 20 лет. Небольшое стадо из пяти коров. Выигрыш пришёлся женщине как нельзя кстати. У семьи появилась возможность расширить свой хлеб. Она построила новый коровник, привела в порядок сеновал. Признаётся, что никогда не рассчитывала на такую удачу и поначалу не верила, что стала обладательницей столь крупного выигрыша. Мы даже не поверили, что это правда. Мы даже не поверили, поэтому никому не сказали. Не уверены были, пока деньги не придут вообще. В коровнике не хватало стен. Что уж говорить о дверях и окнах. На выигранные деньги Чакар привела в порядок подсобные помещения и пристроила кладовку. Так понемножку всё и наладилось. Оставшуюся часть денег вложила в жильё. Женщина приобрела квартиру. Я давно хотела, но денег не было для постройки сарая, для коровника. И когда эти деньги пришли, условий не было для коров. Развалены были, крыша протекала, никаких условий не было. Мы разрушили старый коровник и построили новый большой. Заветный билет выиграла, приобретя его в почтовом отделении. Она покупает их уже много лет подряд. Говорит, скорее по привычке. И вот, наконец-то, повезло. В 2000-го года, 2001-го года я покупала вот эти билеты. И там были, сначала, когда я покупала, жилищные билеты были, жилищные лотереи. Вот эти покупала. И другие тоже покупала. Не было крупного выигрыша, только мелкие, 100 рублёвки. После случая с Чакар лотерейные билеты стали просто раскупать. Только под Новый год было продано около 1000 билетов. И это в небольшом селе с численностью 800 человек. После этого случая билеты начали расхватать. Не побоюсь этого слова. Не то, что расхватать, а расхватать начались. Потому что все перекутания, эти хозяйства приходили, которые газ такой плачут. Они говорили, мы с лотерейным билетом пришли. И по 10 штук, по 15 штук, по 5 штук по разному брали. Маленькие дети, школьники приходили даже покупать билеты. Уже в ближайшее время в хозяйстве Чакар планируется пополнение. Проблем с кормом, по словам хозяйки, не будет. Денег хватило, чтобы сделать достаточно запаса сена. А вот будет ли она продолжать играть в лотерею, Чакар не знает. Говорит, что жизнь уже и так изменилась в лучшую сторону. Между тем, в селе Чакар прозвали завидной невестой.